Огромная траншея во дворе дома номер 55 по улице Октябрьской появилась, по словам местных жителей, три недели назад. Плиту оставили на дороге, полностью перекрыв проезд и подход к близлежащим домам. Во-первых, у нас отключает отопление. Оно не всегда есть. А во-вторых, для них неудобство. Кто же зимой работами этими занимается. Обходить не то, что проехать, а обходить очень сложно. Потом неудобство то, что они постоянно шумят, шум и все на свете. Нам это предоставляет много неудобств. А после раскопа, говорят жильцы, все рабочие пропали. Трубы отопления так и остались лежать, не прикрытые ничем. Перепады температур, различные погодные условия. Из-за этих факторов 4 дня назад трубу теплотрассы прорвало. На жителей вызвали работников. Но те, по их словам, просто развели руками и уехали. Сейчас это место закрыли тряпкой. Жильцы рассказали, что рабочие здесь появились практически впервые. Теперь у них множество задач. Ремонт теплотрасс. Этого участка протяженность? Ну я не знаю, протяженность это. А как долго будет делать, что за работа предстоит? Я понятия не имею. Ну замена труб, отопление и горячей воды. Мы электрики, мы приехали осветить эту яму и все. А конкретно, что тут будут делать, мы не знаем. Местные жители рассказали, что траншею оградили в первый день. Вот только ленту унесло ветром практически сразу. Неужели три недели ограждений не было? Рядом с ямой по тропинке ходят дети в ближайшую школу. Водители попали в не менее сложную ситуацию. По словам местных жителей, такие объявления появились на гаражах буквально за час до начала ремонта. Поэтому машины выгнать никто не успел. Сейчас автомобили так и находятся в гаражах. И быть им там до конца ремонта теплотрассы. Местные жители рассказали, что тепло у них в доме есть. Отключают редко на время проведения работ непосредственно на самих трубах. Пока с проблемой именно отопления они не столкнулись. А вот затянувшийся ремонт – это уже больная мозоль. Водители вынуждены смотреть из окна свои запертые автомобили, а местные жители – искать обходные пути к своим квартирам. Телекомпания «Город» предложила РМПТС прокомментировать сложившуюся ситуацию. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город».